Десять тысяч ветеранов войны и тружеников тыла получат юбилейные медали в честь Великой Победы. Сегодня в Доме правительства вручили первое. Военный вальс как символ героического прошлого страны, когда рядом были вера и надежда, горечь и печаль. Они вернулись домой с победой, живые. И это главное. В сегодняшнем наградном списке 14 имен. Рядом с теми, кто воевал, те, кто ковал победу в тылу. После окончания Дальневосточного артиллерийского училища служил в Забайкальском военном округе. Многие из них в годы войны были совсем юными, но наравне со взрослыми работали от зари до зари. Выпускали оружие и боеприпасы, сеяли и убирали, шили одежду, лечили раненых. Во время войны я училась в школе, аватарская, в 10 классе. И вдруг нас приглашает военный комиссариат. Военный комиссариат приглашает, говорит, готовьтесь, вы поедете на фронт. Какое, как, чего, молодая девчонка, мы же молодые еще были. С ней не обчесанные, как говорится. Мама говорит, ну что делать? А как я буду жить одна? Мне пять человек, на пять человек. Я самая старшая. Мама, значит, берет меня, мы пошли в военкомат. Военкомат, а я объяснила, у меня маленькие еще дети, вы хоть оставьте ее? Он говорит, садитесь у меня, садись. И говорит, вы будете учить, вы будете здесь оставаться. Остаетесь на броне. Мне дали броню. Я училась там, в сельскохозяйственной технике, на бухгалтере. А потом, когда я училась хорошо, экстерна, кончила. И меня приглашает Министерство сельского хозяйства в Чпоксаре-Залатре. Дает мне путевку и направление работать в Марк-Пасад. Мы все время были на полях. Торжественная церемония вручения юбилейных наград – это тоже еще одна страница истории. Это наша благодарность поколению, отстоявшему для нас мир. Для нас сам факт памяти, памяти тех подвигов очень важна. Важна, прежде всего, для того, чтобы еще раз вам сказать спасибо и слова благодарности. И оказать всяческие почести, которых вы заслужили. Ну и, конечно же, это важно для того, чтобы нам воспитывать наше подрастающее поколение. Потому что только памятью сильна наша нация. Только памятью о тех людях, которые, не жалея себя, отдавая всего себя, сотворили этот День Победы. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Тех, кто не смог сегодня прийти на торжество, Олег Николаев поздравил лично. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне очень большая честь получить срок главы любимой республики. Мы вашим примером будем вдохновлять детей, чтобы они хорошо учились, старались для Родины. Ветерану войны Агрепине Алексеевне в мае исполнится 95. Народами села Верхние Татмыши Оликовского района. В силу возраста рядом с ней всегда ее близкие. Именно им она рассказывает о войне. На фронт Агрепина Янович попала в 42-м. Из Канажа-Канажа пожили, мы много поехали, увезли в Троицк, запасной полк. Там в ванне помылись, обмундирование дали. Построили нас, и один командир подошел к нам. Вы поедете в 18-й гвардейской стрелковой девичью. И вот туда увезли. Ясная память, твердый ум. Агрепина Алексеевна помнит даты, фамилии, названия населенных пунктов. Она участвовала в освобождении Белоруссии, дошла до Кёнигсберга. В памяти ветерана страшные бои на Курск-Дуге. Сражение началось 5 июля. Вообще, немцы хотели 5 июля, но наши опередили. И начали утром 4 часа. Наше дело – оказать первую помощь медицинскую раненым солдатам на полях сражений. Прошли годы. Без конца была в действующей армии. Агрепина Янович награждена Орденом Отечественной войны, медалями за взятие Кёнигсберга, за боевые заслуги. После демобилизации она окончила педагогическое училище и долгие годы работала учителем начальных классов в родном районе. Нынешнему поколению я хочу, чтобы они очень хорошо, дружно жили, трудились. И хочу, чтобы войны не было. То, что мы пережили, наши дети, внуки, правнуки, не видели.